Боевая сводка за 4 октября 2018 года. Сирийская арабская армия продолжает наступательную операцию по зачистке в провинции Сувейда от боевиков, запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ. Как сообщает оперативная лента Ananews, сирийская арабская армия продолжает теснить исламистов в провинции. Военные источники отметили, что потеряв доступ к основным источникам воды, боевики ИГИЛ значительно ослабли. Однако это не мешает им осуществлять свой террор. По сообщениям блога Аль-Сувейда-24 террористы казнили очередную заложницу, 25-летнюю Тарават Аль-Фадель Абу-Амар, захваченную в плен во время нападения 25 июля. На видео, которое было опубликовано ресурсами ИГИЛ, два террориста казнят молодую женщину двумя выстрелами в голову. По понятным причинам мы не можем публиковать это видео. Террористическая группа также потребовала от сирийской армии прекратить свою операцию против ИГИЛ, а также освободить из тюрем несколько женщин, членов террористической группы. Ну а теперь к стране зеленых автобусов. Как сообщает агентство Саусфронт со ссылкой на сирийское информационное агентство ЭНА Балади, группировка Хаят-Тахрир Аль-Шан, ранее Джипхата Нусра, запрещенная в России, и части свободной сирийской армии предотвратили попытку группировки Хора Сальдин, также запрещенной в РФ, атаковать позиции сирийско-арабской армии на севере провинции Латакия. Сообщается, что Хаят-Тахрир Аль-Шан и свободная сирийская армия предприняли этот шаг, чтобы предотвратить ответную военную реакцию со стороны сирийско-арабской армии и ее союзников, тем самым показав свою готовность соблюдать условия соглашения, заключенного между Турцией и Россией по Идлигу. Террорист, именующий себя как Абу Раян Аль-Маса, приближенный к Хора Сальдин, подтвердил, что дочерней группировке Аль-Каиды не удалось начать атаку, подчеркнув, что инцидент доказывает, что Хаташе является опекуном соглашения о деэскалации в Идлиге. Цитата. Они пришли под лозунгами «Нет сочинским соглашениям и турецкой интервенции», а теперь они вдруг стали хранителями сочинского формата и турецких наблюдательных пунктов. Конец цитаты. Ну а по сообщениям оперативной ленты Anna News, сирийско-арабская армия начала масштабную атаку на позиции боевиков Джейша Аль-Лиза после того, как те попытались прорваться через буферную зону на севере провинции Хама. Согласно отчетам военных источников, 4-й дивизион сирийско-арабской армии начал обстрелы укреплений исламистов в городах Бувайда, Хасрая и Латамина. Сирийские военные планируют провести зачистку прифронтовой территории для того, чтобы избежать подобных провокаций от повстанцев в будущем. Также ранее сообщалось, что в провинции Идлиб был убит высокопоставленный командующий Анусрой Абдул-Малик Аль-Кавкази. Неизвестные атаковали ферму, на которой находился боевик кавказского происхождения Блистрасы-Даманаа-Тахтая на юге провинции. Отмечается, что число анонимных нападений на контролируемых оппозиций террористов лишь усилилось с подписанием русско-турецких соглашений о демилитаризованной зоне. А возвращаясь к шуму вокруг поставки российских систем ПВО С-300, хочется отметить заявление министра регионального сотрудничества Израиля Цачи Ханегды. Он заявил, что Сирия, имея даже систему С-300, не будет ограничивать свободу действий Израиля в небе. «Вы знаете, что у нас есть истребители-невидимки, лучшие самолеты в мире. Эти батареи не в состоянии даже обнаружить их». Тем самым он напомнил, что у ВВС Израиля на вооружении стоят также американские истребители F-35. В свою очередь, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что поставки С-300 в Сирию является «очень серьезной эскалацией конфликта». Ну а в конце сводки мы хотели бы обратиться к нашим зрителям касательно вчерашнего сюжета о сбитом талибами американском самолете. На данный момент нам так и не удалось достоверно выяснить, был ли этот инцидент на самом деле. Опубликованные ранее статьи об этом событии были позже удалены всеми первоисточниками. А это такие ресурсы, как CBC News, BBC, англоязычные RT, Sputnik и многие другие. Мы, в свою очередь, придерживаясь принципов журналистики, ничего удалять не будем. Такие вещи нужно опровергать, а не удалять. Видимо, большинству этих СМИ куда важнее имиджевая составляющая, а не журналистская этика. Мы тщательно проверим всю информацию, так как остается вероятность того, что инцидент со сбитым самолетом-разведчиком США имел место быть. Будем держать вас в курсе. Ну а в конце, как всегда, мы напоминаем, что группировки ИГИЛ и Хаята Хрир Альшам, ранее Джабхата Нусра, запрещены на территории Российской Федерации. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok